И так, снова всем привет, с вами Техномакс, и мы продолжаем добираться до финальной станции. Почему я говорю это на стартовом экране? Потому что когда мы продолжим, поезд будет ехать, и там будет уже вообще не до того. И так, у нас есть там какие-то выжившие, которых слишком много, а припасов нету. Ну посмотрим, кто из них сдохнет на этот раз. Тут началась полная жопа. Так, есть одна аптечка, есть три еды. Не думала, что выживу. Мы были в торговом центре, когда все началось. Так, подожди. Хотели бежать через парковку, но они уже там. Бля, я не успеваю читать. Так, а что произошло? Какого? Что за? Боже. Я. А что случилось? Но там же еще были люди. Бля, ядерный взрыв. Я думаю, да. Так вот, что было в этом контейнере. Ебать. Ура! Это Ристаль. Подождите, я, блядь. О. Да. А что это за... Так. Давайте. Нет связи. Они исчезают постепенно. Так. Ристаль, город заводов. После неудачной попытки найти месторождение электрума в кратере Эмериха на месте будущего, Ристаль исследователей ожидал огромный успех, после которого Совет Метрополя выделил дополнительные средства на постройку завода Небельхерц, ныне расположенного в центре города. Что, однако, не помешало росту частных заводов по добыче минералов, которые и послужили причиной расширения города. Так, мы приехали. Вообще чудеса, но все выжили. Каким-то чудом никто не сдох, наверное, потому что припасы какие были. Я даже успел почти все прочитать. Акт завершен. А-а-а. Безработная Ронда Майлз выжил. Боб Нельсон, пенсионер, мертв. А, ну там, на промежуточной станции умер. Джон Кокер, продавец. Мартин Джаррельбер, библиотекарь. Скотт Денман, фрилансер. Аманда Вингроб, официантка. 580 долларов получено. Получены боеприпасы, деньги, все дела. Ну, тут уже врач есть. Он хотя бы о раненом позаботится. Еще раз спасибо. Прости, мне нужно кое-что обсудить. Похоже, тут никто не в курсе, что вообще происходит. Он будет в порядке. Так кто, говоришь, тебя покусал? Покусали. Я знаю, ты уже понял, к чему это идет. Бери семью и спасайся, машинист. А, да. У тебя же приказ. Бля, хоть кто-то обо мне подумал. Надо же, за все это время. Ну, а он курит, ему некогда разговаривать. Мир, брат. А, это хипарь какой-то. А этот бегает, что-то вообще в напряге, за голову хватается. Прости, у меня много работы. Да у всех у нас много работы. Ты едешь в север? Там все в порядке. Не могу связаться с ними. А, ну как бы да. По-моему, там никого нету уже. Аптечка. Эх, на север маршрута отменили. Без работы, скука. А, ну это машинист такой же, у него такая же шапка. О. Славный денек сегодня, правда? Да уж, блин. Адам Торнтон назначил тебе встречу, сказал это срочно. Выбирай выражение, мы все ему обязаны. Это тоже можешь оставить при себе. Его офис на вершине завода, Небельхерс. Его видно из любой точки города, не ошибешься. Тебя будет ждать водитель, чтобы доставить на завод. Я распечатаю бланк с кодом к твоему возвращению. Ага. Одежда, сиди-диски. Так, нас отвезут на завод, а обратно пешком, интересно? Ой, блин, кого-то сбили. А, во, можно купить. Газеты? Полиция Ристоля по приказу Адама Торнтона провела проверку и конфисковала одну тонну дробленого электрума, добытого нелегально заводом с камен, владельцы которого пытались вывезти товары с города. Напомним, что любая добыча электрума на территории города должна быть лицензирована и обложена налогом. Жаль, что спустя столько лет некоторые индивиды думают, что именно у них получится нелегально вывезти минерал из моего города. Сегодняшний пример напомнит им, что за это бывает. В городе будут мнения о повышении смертности населения. Поверьте мне, я как ученый слышу эти сказки с моего первого дня работы в Ристоле. Нам нет никакого смысла держать людей в городе с ядовитой атмосферой, это же просто невыгодно. Наша цель, чтобы каждый человек, добывающий электрум, прожил как можно более долгую счастливую жизнь. Так может у них вот эта черная гадость из-за этого электрума поперла? Может это вообще какой-то минерал инопланетный или какое-то вещество? Цены на газеты растут с каждым днем. Скоро информация о внешнем мире будет роскошью. Ну, это типа того уже происходит. Ему ничего за это не будет, попомни мои слова. Он с завода. А, так, кто с завода, типа, это? А, сюда нельзя пройти. Они типа неприкосновенные или что? Или закон на них не действует? Горячая кружечка. О, а вы кто? Джек, это к тебе опять. А, это подруга этого мужика, который наверху сидит. Но к нему нельзя попасть. В окне какой-то чувак курит тоже. Он музыкант уличный. Спасибо, друг. Телефон? Да, на соседней улице есть будка. Спасибо. А, на соседнюю улицу можно перейти. Медикаменты. Вот. У нас есть тысяча, ни хера себе, полторы тысячи баксов есть. Купить. Три, четыре. А, все, у них закончились припасы, да? Боеприпасы. Прокачка есть? Это пистолет, это дробовик? А, расширенная обойма и лазерный прицел. Так, лазерный пистолет я бы купил на самом деле. Пистолетные патроны. Дробовые. Блин, надо затариваться тут столько противников, что просто охренеть. Да, я куплю все, что возможно, ну, расширенную обойму, ладно, пока можно не брать. А? Ну, а почему бы и нет? У меня на сегодня больше нет дел. А, он, в смысле, куда-то с нами поедет? А, еще патроны. А, не, это еда, бар. Ну, я все скуплю, у меня деньги есть. Спасибо, но мне неинтересно. Да, вставай кого-то другого. Там соседняя улица, нужно не забыть про нее. Вот этот дядя нас ждет, да? Не, давай, давай потом. Я на соседнюю улицу сбегаю, мне нужен телефон. Может быть, можно попробовать позвонить другим машинистам. Кстати, вывески нет. У этих есть, а у этого нет. И, может быть, друзьям машинистам вот можно позвонить, и там что-то есть. Может, ей что-то скажут. А, куда это я пришел? Мы еще закрыты. Если нужна комната, поднимись наверх. А, это отель. Так, у нас свободны две комнаты. Одна справа, но ее нужно еще убрать. Там жил какой-то псих. И одна пристройка на улице, но там труба протекает. Можете осмотреться. А, то есть, можно посмотреть, что к чему. Сегодня я попал на встречу со стариком. Он уже явно не в себе. Но то, что он мне рассказал о первом контакте, слишком важно. Мне срочно нужно попасть в то ущелье. Поезд на запад поедет только через неделю. Поэтому утром я выдвинусь на север. Так будет быстрее. А, то есть, вот этот х, он все еще пытается отобраться, да? О, здравствуй! Куда уезжать? Зачем? Ну, не хочешь, не надо. А, тут можно только вот сюда спуститься, да? Ложка сигареты. Вот тут мы осмотрели с этой стороны. Пошли на ту. Какие-то чуваки на крыше сидят. Давайте сходим сюда. Какой-то люк есть. И дверь. А, люк закрыт. Еще один посетитель. А, это похоже вообще-то на обычную квартиру у вас, нет? А, офис. Вы тоже к моему деду? Он у себя, только пожалуйста, недолго. И не спрашивайте про переселенцев. Его семье сильно досталось в те годы. Да, дедушка старый, ему все равно. Сейчас спросим. О, дед, да, древний. Да, я застал его. Первое посещение. Меня часто просят рассказать об этом, но я заметил, мало кто слушает по-настоящему. Думаю, спустя столько лет правдивая версия уже никому не нужна. Все началось с капсул. Они падали с неба. Кстати, в прошлой серии как раз были капсулы, упавшие на дома. Это не терморегуляторы, как я подумал, это капсулы. Одна из них упала в квартале от нашего дома. Газ из этих капсул делал что-то с людьми. Хорошо, что ты это уже знаешь. Но есть одна деталь, которую часто упускают. Не на всех газ действовал одинаково. Прости, я не могу долго говорить. Да ничего. Мемуары. Воспоминания о посещении. Ко всем, кто перебирался с зоны посещения, тут относились ужасно. В первую же ночь местные ворвались в нашу палатку и напали на нас. Моего отца тогда забили до смерти, а мать утащили куда-то, и больше я ее не видел. Оказалось, никто из местных не воспринимал всю эту историю всерьез. Они думали, мы простые мигранты, прибывшие в поисках лучшей жизни. Но через месяц к власти пришел Вермонт Уайт. Ага, понятно. О, а вот, кстати, телефон. Нихера себе, в каких он ебеднях. Ну, завод. И так понятно. Попробуем кому-нибудь позвонить. Нет ответа. Мы на север пытались позвонить. Может, он семье пытался позвонить, кстати. Но мы вроде жили один. Давайте посмотрим, что в подвале. Так, это винный погреб. О, соображают на троих алкаши сидят. Эм, ты не мог бы закрыть дверь, пока нас не увидели. Да нет, если бы мог. У меня нет такой функции. Что-то подбухивают ребята сидят там, да? Ладно, возвращаемся, идем в машину. Сейчас нас повезут на завод. Короче, блин, что-то не так с этими капсулами. Какой-то газ. Может, это все из-за добычи этих ископаемых. Присаживайтесь в машину, вас уже ожидают. Поехали. Ну, хоть не пешком. А, вот так, сразу на заводе дороги не будет, да? Это секретарша. Добрый день, вы записаны? Сейчас посмотрю. Так. Да, мистер Торнтон вас ожидает, проходите. Ого. А, это бурение минерала они управляют. Этот энергоблок питает не только завод, но и весь город. Нужно очень внимательно следить за его состоянием. Если одна из сторон перегреется, может произойти необратимое. Понятно, важная работа, не буду отвлекать. О, с видом на город чувак сидит. Важная шишка. Я знаю, не переживай. Частицы электрума и шахт не пропускают радиоволны, поэтому люди тут не в курсе происходящего. Этот туман ограждает их от внешнего мира. К тому же, они пока избегают этих мест. Но это уже тебя не касается. Хм? Предупреди, если так хочешь, но вряд ли тебе поверят. Лучше перейдем к делу. Времени в обрез. По договору с советом, в случае второго посещения, я обязан отдать энергоядру завода, чтобы зарядить им стража. Совет должен был предоставить транспорт, но я думаю, ты уже понял, что твой поезд – это единственное, что еще на ходу. Я отдал приказ прикрепить энергоблок к твоему поезду, так что лучше поторопись. Через блокаторы, конечно, не перепрыгнуть, но это уже твоя задача. Скоро увидимся. Там у него сзади была дверь. Подождите, а... Бля... Я хочу обратно, там дверь была. Может, можно было что-то у него взять. Бля... 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 Капец, приходится работать, блин, этим доставщиком тупо. Так, игра не лагай, блядь. Тут лагать нечему. Ну, хорошо. Так, а... А, ну да, больше ничего не пишут. Странно, у них столько машин, автобусов, а в смысле поезд еще на ходу. Может, он имел в виду, что... На ходу в том плане, что способен перевести ядро. Джошуа Бенса, начальнику станции Ристеля. Подтверждение кода для блокаторов 3723. Хорошо. Ну, припасы мы закупили. Поехали. 3723. И поезд отправляется с платформы. А это, кстати, вот сидит машинист, который начальник станции. Э-э-э-э-э-э-э. Тут надо, короче, стороны менять, я понял. Так, ну создавать нечего, вроде как. Куда мы направляемся? Хейзельборн. В прошлом военная база. После закрытия переработанная небольшой курортный город. Дополнительная информация секречена. Понятно. Короче, курортный город сделали из базы военной. А куда, ты сказал, мы едем? Алан Эйц, безработный. Метрополь. Всегда хотел туда попасть. Посмотреть на стража, например. Говорят, когда его двигатель запустится. Блядь. Подожди. Блядь. Блядь. Бля, ни хера себе оно. А как вольтаж убрать? А, блин. А в смысле? А где, как, чё, кого, стоп. У меня же всё работает по электрике. Как с этой хернёй разобраться? Бля, мы встали. 105 вольт. Чёрт. Подожди. Как тебя отогреть обратно? А, а вот оно как работает. Это охлаждение граней. Всё, поехали дальше. Отбой тревоги, как говорится. Так, почитаем. Онлайн. Тим Леннинг. Тим, пожалуйста, хоть какие-нибудь новости с севера. Прости, друг. Я застрял в метрополе, они никого не выпускают отсюда. Совет всё ещё молчит? Они делают вид, будто это просто перебой со связью. Я уверен, они уже бежали из города. Тем не в сети. Так. Мы почти доехали, но надо поговорить с чуваком. Это услышит весь мир. Надеюсь, в этом не будет нужды. Так, ладно. Мы вроде как приехали. Ну, просто раз мы приехали, нет смысла его кормить. Может, он сядет на этой станции. А, может и нет. Так. Таб смены оружия ЛО. Лазерный прицел, только какой-то малозаметный. Хорошо, у нас есть патроны. Четыре аптечки. Ну, понятно. Бывшая военная база тут уже пиздец произошёл. Кот красный, срочно спуститься в убежище. О, там сейчас народу будет чёрных вот этих. Понятно. Они всем отправили код красный, все ушли в убежище и там передохли. Патроны, болты. И нам сейчас предстоит всё это... А, ну да. Всё это вычищать, чтобы добраться до кода. Ну, место живописное. Там, там на заднем фоне за домами гора Фудзи, что ли, начиналось. Майк, проблема со школьным поваром пока не решена. Нам нужен ещё месяц на его вербовку. Если этого времени нет, будет проще его ликвидировать. Чего? Странно. Кого ликвидировать, повара? А за что? О, бля, стой. Во. Тряпки, все дела. Дом какой-то. О, блин. Блин. Патрон для ружья. Тут можно пойти дальше. Просто, скорее всего, там, где была сетка, там нужен был ключ. А, вот эта дверь закрыта, тут подвал. Понятно, нам аж туда и потом через подвал выходить здесь. Но пока как-то не сильно разнообразно. Сигареты вор не нашёл. Не знаю, зачем. У нас персонаж не курящий. Курящие все вокруг, кроме персонажа. Ага. Коробки. Ни хрена у вас тут было, блин. Сарай какой-то. Порох, тряпки, болты. Блин, ну подкоцали, да. А чё живучий-то такой, блин. Козлина. Мелкая. Так. Рубик, фейк-мьюзик, микстейп, классик-эдишн. ББНГ-21. Итого 26 баксов. Короче, это музыкальный магазин. Чего? 12 баксов? Это какая-то пластинка? Бля-а-а-а. Ладно, он не дошёл. Мэри, работа продавцом пластинок, это не всё, чем я занимаюсь. Тут это сложно объяснить. Я не могу пока тебе всего рассказать. Пришли ещё фоток, Марк. Да, я как обычно, пришли фото сисек, да? Ну, нам надо... А, о, через верх. Ну, хорошо, этого можно и так. А, да? Прикольно, жаль нельзя присесть. А чё у меня сбился этот удар? Блин, он вроде накопил, вроде нет. Вот, аптечка. Я уже сразу отхожу, нафиг. Опа. На, бля. Ну, с этими можно разобраться без патронов. Оп. А я ушёл. А тут, опа, и унитаз есть. А, только пройти нельзя. Ну, тут попроще хотя бы. Тут есть куда уходить, и их пока не слишком много. Карандаш, металлолом. Ну, если бы у нас был не машиниста Джон Вик, он бы мог сраным карандашом убить двоих людей в баре. Например. Или вообще всех убить. Дверь открытая. А тут закрытая. Стул. Бам. А этого мы так же убьём. А, блин. Серьёзно. Волото. Дэннис Морган, более известный как Кузнец, родился в Уинстоне после гибели его родителей, был помещен в местный интернат, откуда сбежал и находился в розыске до исполнения 26 лет. За это время он жил в разных городах, под фальшивыми именами. Сейчас Дэннис известен как главный инженер стража. Минус три балла, слишком короткий доклад. А, это учебные классы, та самая школа, да? Так, вот давай этот сюда поближе подойдёт. Бах. Я побежал. Я побежал, побежал, побежал. А почему нельзя тут взять стул? Волочь, он меня ударил всё-таки. Ну тут можно обойти, хорошо. А, ого. Это художественные классы, мне эти художества как-то не нравятся. Почему вот этот унитаз нельзя оторвать и убить вот этого дебила, который внизу ходит? Блин, как биздец. Иногда логика в игре, блин, теряется, заперто. Тут что-то заперто, и сюда попасть нельзя, как будто бы. Стой, я не собирался наверх. Питер, послушай, я думаю, ты зря так переживаешь. Я не верю, что весь город может быть замешан в каком-то заговоре. И подумай сам, ну кому может мешать обычный школьный повар? Джанин. А-а-а. Может быть, с поваром было что-то не так. Так, может он был не такой уж и повар. Ключ. Отдать ключ от кухни перед отъездом. Это был ключ повара. Так, сюда попасть нельзя, там какой-то колодец поломанный. Так, я вот так сделаю. Ну его нафиг в душу, толпа тут была бы. А, толпа будет там, понятно. Очки, ложка. Патроны. Хорошо. Нужно спускаться аккуратно. И я продолжу завтра рыть тоннель до его дома. Осталось недалеко. Думаю, ко вторнику мы уже установим прослушку. Его прослушивали. Интересно. Блин, вот эти быстрые, конечно, тут вообще капец. У меня последний патрон в пистолете. Бля, и потом он будет перезаряжаться. Возьму-ка я рушбайку. Закрыто. А что это закрыто? Что это такое, блин, под городом? На поезд это не похоже. Статус убежища. А, это убежище. Закрыто. Мирное население 0 человек. Военный состав 0 человек. Неопознанные объекты 1214. Вы чего, у меня патронов не хватит на такое количество, блин. Но... Бля, вот мне нравится, что дробовик его тоже не берет. Мать-пери-мать. Бля, ну почти убили. Приходится прям обходить. А, тут типа не ходи сюда, да? Да, убежище, блин. Порох, металлолом. Но это можно будет еще патроны скрафтить. Не ходи. Вообще никогда не ходи. Там будет кресло, всю стену потом, да? Нет, тут должна быть надпись. Ну, мы тебя предупреждали. Последняя бомба. Ух ты, бля. Нихера себе под сараем заныкали. Аманда, я выслал Джонаса на базу под метрополием. Надеюсь, ему хоть там мозгов обьют. Такого тут еще никто себе не позволял. Надпись стереть. Это что-то огнеопасное. Бля, если бомба рванет, будет вообще пиздец. О-о-о. Хорошо шарахнуло. Жаль не всех. Так, подожди, подожди. Да не тебя я хотел. Ой, бля. А давайте-ка нафиг. Я бегу просто вас. Ракета готова к запуску. Ожидайте приказа. Нихера себе, бля. О, ты еще кто? Не стреляй. В метрополь? Слава богу. Это какой-то работник. Короче, вот это лифты, скорее всего. Тут просто оно как будто бы две стрелки вверх-вниз. Очень может быть, что это был скрытый лифт. Из дома в подвал туда, в убежище. Блин. Так, убить. Открыть. По лестнице залезть. О. Бля. О, отлично. Можно избежать взрыва. Хорошо он на лестнице не достает. Понедельник, расшифровка записи. Вторник, расшифровка записи. Ты уверен, что сейчас самое время для этого? Да, а когда еще? Я бы хотел еще немного подождать. Слушай, мы уже ждали. Это 30-й автобус. Да, давай быстрее. Непонятные какие-то надписи. Ключ вокзала. Марку МакКэрролу, начальнику станции Хейзельборн. Подтверждение кода для блокаторов 3572. Так, есть у нас подтверждение кода. Есть выжившие. И даже кое-какие патроны еще есть. 3572. Ну, погнали дальше. Прицел вот этот не убирается, когда, блин, поезд едет. Поэтому приходится убирать удручную. Так, быстро проверяем. Все эти грани, все нормально. О, новенький. Привет. Подожди. Стой. Я еды принесу. Эм, здравствуйте. Ты тоже с нами? Так точно. То есть, да. Военный, что ли? О, ты военный, что ли? Из военных, а? Так, подождите. Эм, нет. Я простой гражданский. В смысле, я обычный житель. А почему ответил так точно? Ведешь себя подозрительно. Не люблю я таких. Слышь, подпивкович, ты тише там, блин. Ничего не могу вам ответить. У меня приказ. А, приказ. Точнее, я ничего не обязан вам тебе говорить. Понятно. Он, короче, вояка штукуется. Все с тобой понятно. Зеленый еще. Так, ладно. Мы проезжаем какие-то красивые места. Давайте посмотрим, что можно скрафтить. Вот дробовые патроны. Это тема. Арден. В рейтинге, составленном агентством Praxis, Арден занимает второе место после Метрополя по величине заработной платы. Однако об этом трудно сказать. Посетив город, жители не позволяют себе лишней роскоши и не приветствуют вызывающий образ жизни. Ну, понятно, жители там живут скромно, хотя и зарабатывают довольно хорошо. У меня только полбутылки осталось, извиняй. Я имею в виду, вы тоже в убежище? А, погоди. Зачем в убежище? Но ведь второе посещение. Ты из этих, что ли? Из фанатиков? Не люблю я таких. То военных, то фанатиков. Они уже рассылают капсулы. Вы же знаете, что... Подожди. Давай я тебя накормлю. Капсулы с пивом? Нет, они с... С чем? Колись. Да брось, я шучу. Помню, тоже начитался когда-то бредовых книг. Так, ладно, они поговорили. А с этим все в порядке. Мы прибыли. Хорошо, ядро доехало в целости пока что. И даже, кстати, не грелось. Может, потому что дождь идет? Ну, типа охлаждается под дождем. Но это еще не финальная станция, да, не конечная. Тут еще предстоит побегать. Патронная аптечка. А ты не можешь отпроситься у начальника? Скажи, что у нас годовщина. Я не могу. Я не могу. Он ушел сегодня раньше. Сказал, что у него важное дело на набережной. Как-то он зачистил туда в последнее время. Ну, да. Работа, она такая. Некоторая работа требует, блин, настолько много времени, что даже на лишнюю жизнь не остается. А что вот это торчит за нога такая? Мне это не нравится вообще, эта хрень. Джо, у меня все получилось. Он работает. Теперь совет. Обязан допустить меня к работе над стражем. Я оставляю дом на тебя. Продай его, если хочешь. Мне без разницы. Когда берусь до метрополя, отпишусь. А, это повар. Это, собственно, загадочный повар. Это все дельта-проводники, что у нас есть. Я не знаю, что ты строишь, но удачи тебе. Ингмунд, магазин электрон, первый круг, метрополь. А давайте-ка вот сюда сейчас стекло вышибем. Ого! Вот это нихрена себе там тварина сидит. Он меня не порвет, блин, если я зайду. Или он за мной сейчас будет бежать? Да вроде нет. Какой-то город опять пустой, мертвый. Ну, с этим мы разберемся. Вот так. Еда, бутылка пива. Вот этот пивной чувак в поезде обрадуется. Мы ему пивас нашли. И мыло заодно. А то он сильно жирно хочет, блин, всего. Так, вот тут надо что-то делать. Только так. Идиот, которого мы сдавали комнату наверху, украл у нас две книги. Я отправляюсь в полицейский участок. Я это так не оставлю. Ого! Что-то записок много. Сны повторяются. Моя следующая цель Ристаль. Я слышал, что там живет старик, заставший первое посещение. Если мне удастся встретиться с ним, я уверен, он поможет мне сдвинуться с мертвой точки. Икс. Короче, мы идем по следам вот этого самого Икса. Прямо за ним. Перекрыто. Ага. Передай Джеку, что я не планирую давать в прокат свою машину. Она у меня одна. И он не представляет, сколько я трудился, чтобы получить ее. У них что, больше нет такси в Ристале? Металлолом. Да это не машина, это металлолом. С нее уже сыпется, блин. Ложка банки. И стул не просто так явно. Отлично. А ради ничего, да? То есть, можно было даже патроны не тратить, ничего не тратить. А взять стул куда-нибудь сюда с собой, да? Ну, ладно. Ну, да. И стулом прибить вот этого дятела. Ага. Иди лесом, блин. Марта, пусть подождут в приемной еще час. У меня есть срочное дело в кладовой. Патроны пистолета, брелок страж. Ну, брелок страж, это, короче, просто безделушка. Таблетки. О, унитаз. Так, чувак. Пойди-ка по-большому. А мы пойдем сейчас поверху. О, блядь. Ни хрена, блядь. Эть, не попал. Тут нечего взять, да, чтобы прикончить. Ножом стоит, что ли, там дядя? Дядя, ты не нервничай. Ты убил их? Нет, наверх пробрались двое или трое. Хорошо, жду на поезде. Это выживший. Отлично, еще один выживший. Ну, мы спасаем кого можем, как бы. Так, а вот это место из его сна. Когда он спал, ему снился вот этот дядя. И вот это место для рыбалки. То есть, мертвый рыбак. Винсенту Грину, начальнику станции Арден. Подтверждение кода для блокаторов 9635. А-а-а. Понятно, что он зачастил на набережную. Он рыбу любил ловить. Стэй бэк. Не входить. Ну. Тут спортзал. Нифига. Они вот качались, пока нас ждали. Тут, как бы. Бля. Аж с плафона разъебало. Ну, тут, как бы, немного этих дебилов. Совсем. Так, а вот тут кто-то лежит. Одним уже мухи летают. Патрон для пистолета. Ну, это опять. Не входить. Совсем не входить. Никогда не входить, блядь. Сука. Да что ж ты так долго перезаряжаешь пистолет, блин? Мышка. О. Там точно безопасно. Ты можешь это гарантировать? Хорошо. Я тебе что, банк что-то гарантировать, блин? Какие ты гарантии от меня хочешь? Тряпки, патроны для пистолета. Но мышка-то безопасная. Да, мышка безопасная. Ох, ё. Блин, проблемка. Я что, думаю? Я, наверное, вылечусь на всякий случай, чтобы меня не убило нахрен. Оп. Давай, 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 взрывоопасный, дядя. Бля. Надо было, чтобы он был перед ними, чтобы я попал в них. Ну, в него, точнее. Да твою ж мать. А. Хорошо, что перезарядился. Блин, почему вот так вот нельзя взять и выстрелить прям вот так? Тут же прострел. Может, они утопают подальше, а я ещё раз попробую. Ха. Стали стоят. Чё стоим? Кого ждём? Понятно. То есть, вообще, как бы, без вариантов, да? Обрулить его нельзя. Его можно только грохнуть. Но, блин, он ходит забронированным. И тут это большая проблема, потому что, блин, игра-то сбоку, они могут быть только слева или справа. Козёл бронированный этот, блин. Его же дробовиком даже пробить нельзя. И они ходят так рандомно ещё. То есть, надо дождаться вот такого момента, блин, чтобы спорвало наконец-то. Как сэкономить и заработать миллион? Миллер. Пахать как конь, вот так и заработать. Вот так. Запёрто. Ну ладно. Нам сюда не особо-то и надо было, мы там были. Один, два, три, четыре, пять. Ещё три бойлера где-то в подвале. Интересно, что это за хреновина такая? И я очень надеюсь, что она так и не оживёт. Но у нас есть код 9635. Ага, да, ружьё надо зарядить. Ну, вот тут было нормально. Как бы в меру сложно. Их было в меру тоже по количеству противников. То есть, ну, всё хорошо. Короче, что я предлагаю на этом закончить. Уже времени прошло нормально так. Пока что всё довольно интересно и загадочно. А что там будет дальше, узнаем в следующий раз. Всё. Всем спасибо за внимание. С вами был Техномакс. Это был Final Station. И всем до новых встреч. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!